дорогие мои друзья я приветствую вас на своем канале жизнь на съемной квартире меня зовут татьяна и сегодня в этом видео я буду консервировать кабачковую икру лето сейчас в самом разгаре это значит что пара кабачков есть они или нет и даже если они не выросли на нашем огороде то у нас все равно есть кабачки и мы все равно будем консервировать кабачковую икру я уже сделала две порции кабачковой икры и показываю баночки каждая порция конечно же отличается немножечко паков по вкусу друг от друга потому что я люблю импровизировать и вот я показываю она даже по цвету отличается и не претендую на какой-то идеальный рецепт никого не учу но просто показываю как это делаю я и так мой способ нарезать кабачки произвольно совершенно произвольно ни на какие не на кубики не на ровные брусочки или полукруги а просто кот как нож ляжет так и режу просто на кусочки почему потому что же это потом будет икра я потом буду все это измельчать и так порезала мои кабачки и выкладываю как вы думаете куда да не в кастрюлю совершенно не в кастрюлю а на противень и в духовочку на 180 градусов на некоторое время в это время пока кабачки стояли у меня в духовке я порезала морковку и порезала лук точно также режу произвольно ну конечно же морковка не такая мягкая как кабачки поэтому немножечко помельче кружочки или полу кружочки как получится опять же порезала и выкладываю туда сверху на противень ну сколько я резала может быть минут пять-десять пока почистила порезала и туда на противень кабачки у меня уже нагрелись вы видите пар идет пар идет туда немножко водички капельку брызнула еще не показала вам самом начале но говорю сейчас кабачки измельчились морковку на противень немножко перемешала и снова убираю в духовку включаю температуру примерно 180 200 градусов и будут у меня печься запекаться в это время ставлю конечно же таймер нравится что в этой плите есть таймер для того чтобы не забыть а то я могу это могу сделать таймер начинает пищать я открываю и вот мои кабачки будут готовы запекаю столько чтобы они стали мягкие но не только кабачки но и морковка вот я показываю какой режим ставлю но мне нравится с вентилятором с верхним вентилятором когда разогреваю вначале включаю верх низ а потом уже вентилятор и так прошло время все уже стало мягкое и вы посмотрите какой меня лайфхак лайфхак я туда положила еще и другие овощи положила баклажанчик тоже порезала пластинками и картошку до молодая картошка прямо в мундире но не только там еще перчики я положила для чего ну конечно же это будет не в икре это я сделала для того чтобы покушать пока у меня будет икра готовится дальше да еще положила яблочко и вот все вместе все эти овощи пока там горячий пар горячий воздух все у меня испеклось достаю на свою тарелку ну и не только картошку яблочко и баклажан ну и беру немножечко отсюда себе морковки на тарелку вот а то что испеклось перекладываю в кастрюлю так тарелка в сторону буду кушать морковку перекладываю в кастрюльку включаю огонь ну добавляю буквально немножечко вообще водички грамм 50 100 почему водичку добавляю потому что обычно люди когда готовят просто в кастрюльке они обжаривают вернее не в кастрюльке а в сковородке они сначала обжаривают на сковородке потом вкладывают все в кастрюльку и тушат а потом водичку выпаривают и тушат очень долго я ничего не выпариваю потому что в духовке она сама у меня выпаривается и видите я добавляю немного водички и немножечко еще тушу буквально минут пять десять а потом буду измельчать и так овощи на огне закрыла крышкой минуток на 5 в это время занимаюсь тестом тесто у меня на пшеничной закваске очень люблю делать моноктаж или простым языком это пышная лепешка иногда присыпаю сыром сейчас хлеб не покупаю пытаюсь готовить такие изделия если интересно то могу как-нибудь снять процесс как я это делаю сейчас делаю одной рукой не совсем удобно потом установлю камеру и покажу но это будет другое видео в это время что произошло овощи стали еще мягче и теперь я буду их измельчать моим погружным блендером честично измельчила и сейчас масса кажется неприглядная серо-зеленая ну и она пока что не совсем вкусная поэтому начинаю добавлять усилители вкуса натуральные классные по вкусу потому как мы с мужем любим что я добавляю соль и конечно же сахар как без сахара в наше время обязательно добавляю сахар сколько на какое количество кладу напишу внизу под видео также мы очень любим добавлять черный молотый перец уксус конечно же идет и у меня идет томатная паста томатная паста я ее уже немножко развела водичкой потому что уж очень она густая поэтому зачем вы скребать просто добавила водички размешала вот и она теперь как такой густой сок и сейчас конечно же она изменит цвет снова уже все перемешаю перемешаю при помощи блендера и еще я не показала почти было не видно но я добавила несколько ложек масла повторяю что количество моих добавочек я напишу внизу под видео все теперь еще раз измельчаю блендера но посмотрю все таки я посмотрю на цвет и на вкус если мне будет что-то не хватать то добавляю и вам советую делать точно так же это касается любых рецептов чтобы мы не закрывали я всегда пробую огурцы помешивыми Какие-то другие чужие рецепты, но всегда импровизирую, контролирую по своему вкусу. Все-таки мы любим больше сладковатые. И чаще всего я добавляю черный молотый перец. Хорошо добавлять свежемолотый. Но вот у меня в пачках, у меня польский перец. Когда я открываю, аромат идет как будто он только что смолотый. Наверное, хорошее производство. Ну и вы теперь посмотрите, как меняется цвет. На глазах икра уже выглядит по-другому. Кстати, если кладете больше морковки, и тоже зависит от цвета морковки, то икра тоже будет более оранжевой. И если больше томатной пасты, она тоже будет более оранжевая. Я еще немножечко добавлю. И опять же ставлю сейчас кастрюльку на огонь. Ставлю на огонь и подогреваю снова еще раз. Рядом на плите у меня стерилизуются баночки. Вот в таком тазике у меня помещается примерно 6-7 пол-литровых баночек от соусов, от кетчупов, которые покупали зимой. Потому что в прошлом году мы не консервировали. А ну посмотрим. Ой, какой ужас! Икра стреляется! Поэтому нужно быть очень осторожными. Смотрите. Потому что она может как куда-то залететь, и будет ожог. Поэтому я тут буквально, может быть, 2-3 минуты 5 подогрела. Вот она закипела. И перекладываю в мои баночки. Смотрите. 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 Очень люблю эту теплую песню про лето, которую вы только что слышали. А еще люблю готовить и смотреть даже свои видео на YouTube, а также короткие видео, которые я снимаю для Instagram. Если вы не были, то заходите обязательно в Instagram и смотрите. Там под моими Reels есть более такие детальные и подробные описания. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 6 баночек пол-литровых. Я подписала 23-й год и партия номер 3. Первые 2 партии я стерилизовала баночки вместе с кабачками дополнительно. Потому что переживаю, чтобы она стояла. А третью партию решила попробовать. Через недельку будет ясно, будет ли она стоять. И икра вот этой. Именно вот эта икра без стерилизации при комнатной температуре. Через недельку увидим и я расскажу. Итак. Рекомендую готовить икру в духовке, не жаря на сковородке. Это оказалось намного проще и легче. Икра получилась вкусная, сладковатая, перченая. В общем, очень вкусный рецепт под видео и также здесь на ваших экранах. Готовьте, пожалуйста, с удовольствием и делитесь, понравился ли вам этот рецепт. А я с вами прощаюсь и до новых видео. Всем пока-пока.